И перейдем к другой теме, к той, которую я ждала. Будем говорить про отопление и звонить другому нашему гостю. Носки в студию. Носки в студию. И Валерия Воронина, пожалуйста, тоже в студию. Валерий Воронин, технический директор некоммерческой организации Уфа-Сити-Ми, сейчас будет с нами на связи. Это НКО Уфа-Сити-Ми. Известно тем, что они занимаются ЖКХ, точнее, помогают людям... Делать перерасчет, если это необходимо, судиться, если это необходимо. Вообще объясняют, как правильно все это формируется, все эти платежки, где, возможно, вас обманывают. Дозваниваемся мы до Валерия Воронина. Вы знаете, что самое интересное? Дело в том, что сейчас, по мнению активистов, в этом отопительном сезоне тоже, возможно, такая же проблема, которую мы наблюдали два года подряд. Сейчас у Валерия Воронина и спросим, он у нас на связи. Валерий, доброе утро. Доброе утро. Скажите, чего нам ждать от этого отопительного сезона, который, к сожалению, в домах еще не наступил? Не во всех. Не во всех, да. Стоит ли ждать опять высоких платежек? Я думаю, что высокие платежки будут однозначны, потому что в реальности, к сожалению, сегодня работы, которые проводит управляющая организация УЖХ, они практически не улучшились в качестве. Что конкретно нужно было изменить, чтобы эту ситуацию как-то поменять? И что не сделали власти? Очень сложно сказать, что конкретно прямо нужно изменить, потому что нужно изменить в реальности очень многое. Это и, в принципе, системный подход. Изначально он неверный, потому что ситуация, которая была раньше, по большому счету, жители не участвовали в жизни своих домов, никак не относились к своему имуществу, не хотели или не желали. Тут уже у каждого дома свои жители, да. Сейчас люди более-менее начинают понимать, что в реальности ситуация в домах по внутренним системам она очень платежная. Валерий, вот насколько я знаю, в июле еще тарифы на коммунальные услуги повысились в среднем, там, кажется, на 5, на 3, на 5 процентов. Это как-то отразится на платежках? Однозначно это отразится, конечно. Но в первую очередь Баш-РТС тоже с этой точки зрения немножко хотя бы подготовились, и по многим домам они измерили и установили правильные сопла, правильные шайбы, то есть расчетным диаметром они давали по всем управляйкам. Как это будет, как это в реальности повышится у домов, будут ли перетопы или будут ли опять недотопы, ну, тут сложно сказать, потому что война там покажет, что называется. А я видела, что Баш-РТС уже предупреждали, что можете уже там на свой лицевой счет деньги зачислять, потому что опять будут большие платежи, и чтобы вам так тяжело не было платить в декабре, начните платить в августе. Тут есть два момента, да. Первый момент, то, что все сегодня понимают, что тариф реально высокий, и это реально, даже если он и обоснованный у Баш-РТС, он реально все равно высокий для многих жителей. И второй момент, та ситуация, которая сегодня складывается с управляющими организациями, даже Баш-РТС понимает, что, ну, во многих случаях просто закрывает глаза. Потому что то качество обслуживания, та некомпетентность сотрудников, она просто зашкаливает. Вот скажите, если человек не хочет пользоваться услугами Баш-РТС, у него вообще есть какие-нибудь шансы переключиться к другому оператору? Или это невозможно? Если мы говорим про УФУ, то по УФЕ у нас, в общем-то, два оператора. Да, у нас еще есть УИС. УИС. И уйти от сетевой организации в этом плане очень, наверное, сложно будет. Практически, я бы сказал, нереально. То есть это нужно переподключать коммуникации, да, я так понимаю? Всем домом, я думаю. Мало того, что это нужно переключать, конечно, коммуникации внешних систем, да, внешних труб, там, трубопроводов, теплоснабжения. Это еще нужно какие-то разрабатывать отдельные проекты, согласование с городом. Если вы хотите на электричество перейти, это, наверное, самый простой вариант. Дополнительную мощность надо в трансформаторах подстанциях. Если вы хотите на газ перейти, то, опять же, надо понимать, есть ли вот в данном микрорайоне возможность газ подвести для котельной. А это дешевле? Ну, это в любом случае упирается в деньги. То есть если мы рассматриваем на газовую котельную переход, то переход, ну, устанавливая газовую котельную, есть смысл при площади от 20 тысяч квадратов. Валерия, скажите, а вот что делать людям, которые все-таки остались, да, на башер-тест, потому что действительно переход на какую-то другую компанию, как мы сейчас поняли, это очень сложно, тем более надо, чтобы весь дом согласился, весь дом скинулся. Вот что каждый конкретный потребитель может сейчас сделать, чтобы не допустить завышенных каких-то платежек? Ну, я имею в виду завышенных не из-за тарифа, да, завышенных из-за того, что мы неправильно насчитали. Опять, есть несколько вариантов. У каждого жителя, ну, понятно, что в каждой квартире есть окна. Пожалуйста, вы можете все установить, как говорится, какие-то вентиляционные отверстия, там, специальные клапана, или открывать на микропроветривание, не распахивать окна на полную. Это одно из решений, то есть максимально энергоэффективно использовать тепло. Второе решение – установить регуляторы на свои радиаторы в комнатах. Как-то при необходимости уменьшать, регулировать подачу теплоносителей. Это тоже сказывается на общем потреблении дома. Ну, а самое главное – начать все-таки заниматься своим домом, требовать отчеты, требовать, почему у вас такие начисления. То есть каждую копейку надо считать, каждую копейку надо проверять. А если у меня старые домы, старые радиаторы, я могу поставить регуляторы на них? Надо все смотреть, потому что системы разные бывают. Есть система с байпасом, где да, это есть смысл стоять. Есть система, где нет байпаса, там это просто запрещено. Потому что если где-то на девятом этаже поставят регулятор, то заморозят весь стояк. Ого! А если на пятом? Очень эгоистично было бы. Как человек живущий на пятом. Да, на самом деле подход такой, за 70 этажа, да, я имел в виду, это если, например, последний этаж вашего дома, и у вас, например, верхний розлив подачи идет только через вашу батарею, если вы ее прикроете, подождете, то, естественно, что все, кто ниже находится, они останутся. То есть я правильно понимаю, что даже если, например, я буду экономично относиться и ответственно вот к этим радиаторам и к теплу в целом, к энергии, а другие мои соседи будут халатно к этому относиться, то ситуация особо-то и не изменится. Это как с мусором. Да, к сожалению, это так. А я правильно понимаю, Валерий, что здесь есть выход поставить общий домовой счетчик учета тепла, но они дорогие? В большинстве домов общие домовые приборы учета тепла стоят, в большинстве домов они даже поверенные, есть акция допуска соответствующая, но, по большому счету, за их настройками, за их какими-то параметрами, до, наверное, прошлого года вообще никто не следил. В том году организовали так называемый ЛРС-учет, когда по интернету можно было посмотреть какие-то параметры по районам, не выходя из дома, с компьютера. В этом году планируется организовать немножко через другой программный комплекс, насколько я знаю, это будет организовано до конца октября. То есть все дома полностью по городу Уфе, например, будут заведены под единую площадку, где может любой житель посмотреть в текущем режиме параметры площадчика. Валерий, а скажите, пожалуйста, то, что у нас до сих пор нет в домах тепла, это нормальная ситуация? Потому что в других городах, например, в Екатеринбурге, тепло дали еще там 13 сентября, а у нас все откладывают и откладывают. Отчасти могу согласиться с Ради Фаридовичем, в плане походить в носочках, да, потому что... Ну, куда деваться? Конечно, уходим в носочках. Понятно. Потому что в реальности мы же понимаем, что у нас есть отчетный период, и если, например, отчетный период у нас идет с 25 по 25 число следующего месяца, если мы подаем тепло 24 числа, то примерно 1200 домов, чуть больше, они попадают, ну, так вот скажем, да, на оплату полного месяца. Есть норматив, есть ОДН, который, к сожалению, по 354 постановлению положено оплачивать, ну, по... Как правильно называется? По месячным, да, наверное, так. Подождите, Валерий, ну, до этого вот был... На прошлой неделе, я помню, была оперативка в мэрии, и там начальник по обеспечению жизнедеятельности города говорил, что к 22 сентября все дома подключат, а потом сказал, что не подключим, потому что погода теплая. Ну, то есть тогда их это не смущало, получается, отчетный период. Ситуации бывают разные, все понимают, что прогноз погоды, он такой, сегодня вроде одно, завтра другое, и в реальности должен, я считаю, решать каждый дом индивидуально. То есть, по идее, сегодня вот прям могут жители одного дома собраться и потребовать, чтобы им подключили отопление, правильно? И причем это сделают уже легко и просто. Как это сделать? Давайте вот прям схему простую. Да, куда обращаться? Проговорил, значит, два момента. Первое. В магистральных трубопроводах по городу тепло уже везде присутствует, потому что с 16 числа были все социальные объекты подключены, ну, поставлены на теплоснабжение. То есть, любой дом, к большому счету, многоквартирный, на сегодняшний день имеет возможность такой. Как это сделать? На самом деле, процедура довольно-таки сложная, потому что надо собрать 67 процентов, ну, две трети голосов собственников и это решение сдать в управляющую организацию. И все, да? И, по идее, они должны включить после этого. А подписи нужно собрать там? Какое количество? Или как нужно? Две трети голосов. Две трети. А, две трети. Все. Да, две трети от площади. Если, например, у вас площадь дома три тысячи квадратов, соответственно, вам надо две тысячи с ним лишним собрать. А есть какая-то причина, по которой управляющая компания может отказаться принимать ваше заявление? На подачу отопления нет. Вы это заявление можете подать напрямую в ваш РТС или в МУПУИСК. Спасибо большое. Спасибо. Это был Валерий Воронин, технический директор некоммерческой организации УФАС и ТИМИ. Про мою любимую тему отопления мы поговорили. И про носочки. И про носочки. Ну, я так понимаю, что фиг знает, когда нам дадут. Ну, носите носки или идите и требуйте со своими сожителями, хотел сказать. Оттепляйтесь. Хорошего вам дня. Айдар Ахмадьев, Дарья Кучеренко и Руслан Валиев был за звукоречивательским пультом. Пока. Пока.